Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Осторожная любовь. Скоро на сцене Тверского театра драмы пройдет премьера музыкального спектакля по знаменитой пьесе Тортона Уалдера, которая легла в основу фильма-мюзика «Хеллоу доли». Любите ли вы приключения? Это история о том, что все возможно. Главное не бояться нового, интересного и необычного. Большой Нью-Йорк, сияющий огнями и гремящей музыкой, обещает большие возможности. Этот спектакль будет про попытку понять, попытку разгадать эту субстанцию, это понятие, что такое есть любовь. Герои должны будут найти интересное решение, чтобы выпутаться из непростых ситуаций. Главную роль в спектакле «Доли Лива» исполняет актриса Дарья Плавинская. Моя героиня – это женщина-праздник. Это человек, который любит знать все, что происходит вокруг, все настраивать, улаживать и создавать прекрасное настроение. А еще она очень любит, чтобы вокруг все друг друга очень сильно любили. Режиссер Александр Павлишин создает постановку в жанре музыкальной комедии, в джазовой аранжировке. Сейчас работа кипит. Актеры активно репетируют, чтобы со дня на день зритель увидел яркий, динамичный и веселый спектакль. Постановка Тверского театра драмы следует традициям легендарного одного из самых долго живущих мюзиклов про приключения «Доли Ливай», до сих пор идущего на Бродвее. Актеры будут петь, танцевать степ и даже вживую играть на музыкальных инструментах. Некоторые актеры, можно сказать, что они с нуля, то есть они как бы обучились на бас-гитаре. Алексей Мальский впервые взял за эти полтора месяца, Константин Васильенко с нуля освоил степ. Потому что было очень большое желание именно сделать все так здесь сейчас, чтобы музыка здесь звучала на сцене. Другая энергия высекается в этом. Спектакль «Осторожная любовь» выйдет в свет главному весеннему празднику. Премьера на сцене драматического театра состоится 7 марта. Потом увидеть постановку тверичане и гости города смогут в Международный женский день, а затем 9 и 20 марта. Киноконцертный зал «Панорама» — это не только самые последние новинки из мира кино. Это еще и яркие мероприятия, конечно, концерты. И это далеко не все. Чем удивит ККЗ в предстоящее время, расскажет арт-директор Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья. Всем известно, что инициатором создания и художественным руководителем московской рок-группы «Цветы» является Стас Намин. Но, возможно, кто-то не знает, что его настоящее имя Анастас Микоян. Родился он в Москве в семье военного летчика Алексея Микояна. И поэтому детские годы будущей звезды прошли в военных гарнизонах. Его мать, Нами Арутюнова, музыкант, композитор, писатель, с детства прививала сыну любовь к музыке. В доме Микоянов часто были известны композиторы и музыканты. В 1957 году Микоян поступает в общеобразовательную школу. Однако уже с 1961 года продолжает свое обучение в Московском Суворовском училище по инициативе отца. Рано увлекшись рок-музыкой, уже в 1964 году он создает группу, учащись в Суворовском училище под названием «Чародеи». Параллельно играет рок-н-ролл со своим двоюродным братом Александром, другом и соседом по дому Григория Марджиникицы, и другими молодыми талантливыми музыкантами, которые уже в 1967 году объединились в группу «Политбюро». Группа «Цветы» появилась благодаря Вудстоку. Стас Нами настолько был очарован фестивалем, проходившим в Америке, что решил создать группу и назвать ее «Цветы» по аналогии с движением хиппи «Дети цветов». И уже в 1973 году выходит пластинка группы «Цветы». Благодаря победе в студенческом фестивале, наградой за которую была возможность записания диска на фирме «Мелодия». И диск был записан невероятным для того времени количеством в 7 миллионов экземпляров. Несмотря на это, группа была в советское время практически запрещена. Музыкантам не разрешалось играть в больших городах, тем более в Москве. Не разрешалось гастролировать за рубежом. Печатные издания практически ничего не писали про эту группу. А радиостанции наотрез отказывались ставить композиции группы «Цветы» в эфире. Это удивительно. Ведь я думаю, что вряд ли есть человек, рожденный в СССР, который не пел бы или, по крайней мере, не слышал бы песню. Мы желаем счастья вам, а звездочка моя, а летний вечер. Ведь эти композиции звучали буквально отовсюду. И только в 1986 году с большим трудом группе удалось добиться гастролей по Соединенным Штатам Америки, которые продлились целых 45 дней. Единственная советская музыкальная группа, которая была признана в Соединенных Штатах Америки и в Европе, Парк Горького, была создана Стасом Наминым на основе музыкантов группы «Цветы». Состав этой группы не изменяется уже последние 20 лет. И по словам Стаса Намина, он является самым сильным и профессиональным. Музыканты работают на высочайшем мировом уровне. И в этом могут убедиться все, кто приходит на наши концерты, говорит Стас Намин. И в этом мы с вами можем убедиться 21 марта в гостях на сцене киноконцертного зала «Панорама» легендарная московская рок-группа «Цветы». Информацию более подробную можно узнать по телефону 300 033 или на сайте panoramadefistver.ru. Заходите на наш сайт и до новых встреч. А сейчас о киноновинках. Что можно посмотреть в киноконцертном зале «Панорама»? Расскажем в нашей специальной рубрике «Кино на большом экране». Марине Гордеевой, 40. За плечами неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия и никаких перспектив. Неожиданно она открывает для себя фридайвинг, опасный для жизни вид спорта. Прямо что не лечится. Джейсика Райт, чемпионка. Рекорд мира 80 метров. There will only be one winner at the final. Джессика будет анонс 95 метров. I'll do 101. Нужно задержать дыхание, погрузиться в подводный мир, где единственный враг – это собственный страх. Вы думаете, это мой предел? Это не дело, что же сейчас. От страха нельзя сбежать. Но через него можно пройти. И больше нырять нельзя. Забудь об этом. Фильм можно посмотреть в ККЗ «Панорама». Возрастное ограничение 12+. Заказ и бронирование билетов на сайте panorama.ru или по телефону 32033. 12 марта в широкий прокат выходит семейная мелодрама «Счастье в конверте». Это три удивительные истории, которые расскажут, что такое счастье. Ведь каждый его понимает по-разному. Это три удивительные истории о любви и дружбе. О том, как уметь оставаться человеком и не предавать себя в любой жизненной ситуации. Секрет счастья скрыт в душе каждого из нас. И то, как мы понимаем это счастье, представляет, как мы несем себя в этой жизни. Киноленты «Счастье в конверте» позволяют нам окунуться в прошлое, вернуться в детство, ну и задуматься о смысле жизни. И по словам генерального директора телекомпании «Интеграция» Александра Хачко, «Счастье в конверте» — это честный фильм о настоящих людях. Вот наша программа подошла к концу. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.